В выпуске этом будет мало Украины и больше новостей, связанных с Кыргызстаном. Если кому интересна эта тема, то советую следить за прямыми эфирами настоящего времени или дождя. Там наиболее достоверная информация. Ну, во всяком случае, без уропатриотичного угара. Всем привет! Канеметов с вами. Стало ли неожиданностью нападение России на Украину? Да нет, информация о том, что Москва всерьез готовится к вторжению в соседнюю республику, ни для кого секретом не была. Западные страны вот заранее эвакуировали своих граждан. Кыргызские же власти эту ситуацию проспали. Соотечественника в Украине бросили на произвол судьбы. Но только вы не обижайтесь. Кыргызстанцы, оказавшиеся в зоне боевых действий, вынуждены эвакуироваться самостоятельно. И искать пути отхода тоже приходится самим. К слову, на автомобилях аэропорты ведь не работают, а самолеты не летают. Безопаснее всего эвакуироваться через Польшу, по всей видимости. Но не через Россию же или Беларусь, откуда танки и военные идут. Девять граждан Кыргызской республики вместе с детьми доехали до границы с Польшей. Мы ехали 16 часов из Киева. Тут большие пробки. Осталось немного до границы, говорит Суинбек Мурзаканов. Сколько кыргызстанцев сейчас пытаются покинуть Украину? В безопасности ли они? В МИДе конкретной информации не дают. Говорят, цитата, вопрос эвакуации кыргызстанцев прорабатывается. Проработчики хреново. Война в самом разгаре. Идут бомбардировки. А они вот только прорабатывают. Опа! Сейчас поработаем, блядь! Посольство Кыргызстана ведет работу, чтобы получить для кыргызстанцев зеленый коридор через Румынию, Венгрию или Польшу. Некоторые наши соотечественники выдвинулись в сторону Молдовы, но на дорогах везде пробки из-за большого наплыва машин. Из сообщения посольства Кыргызской республики в Украине. Дипломаты что, за новостями не следят? Неужели нельзя было договориться обо всем заранее? Ну, хотя бы в те дни, когда другие страны проводили спешную эвакуацию своих граждан. А теперь вот, кыргызстанцы стоят в пробках. А если высокоточные ракеты полетят немножечко не туда, то кто будет отвечать? Это со стороны Выжгорода въезд на Киев. Посольство Кыргызстана в Украине заявили, что среди пострадавших во время конфликта соотечественников нет. Наших там, как выясняется, не так уж и много. На учете в консульской службе 680 граждан. Они проживают в основном в Одессе, Киеве и Харькове. Среди пострадавших наших граждан нет. Мы с гражданами на связи. Пишут, звонят. Пока оказываем только информационно-консультационную помощь. В городах ситуация пока спокойная. Из сообщения посольства Кыргызской республики в Украине. В МИДе родили пресс-релиз только к обеду сегодняшнего дня. На горячую линию департамента консульской службы и посольства поступило более 300 обращений граждан Кыргызстана, изъявивших желание покинуть территорию Украины, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. И номерами телефончиков поделились. Если кто-то из подписчиков нашего телеканала находится сейчас в Украине, то вот, звоните, если что. Посольство Кыргызстана в Украине. Департамент консульской службы МИД. Желающих уехать, тем временем, собирают в здании посольства в Киеве. Сбор не имеющих безопасного жилья граждан, находящихся в Киеве, организован на территории посольства Кыргызстана по адресу Печерский район, переулок Редутный, 19-34. При этом отмечаем, что гражданам, имеющим жилье и укрытие, рекомендуется оставаться дома. Из сообщения МИД Кыргызской республики. Сегодня снова был антивоенный митинг возле посольства России в Бишкеке. Собравшийся требует прекратить военные действия в Украине. Как и все мировое сообщество, мы очень переживаем тем событием, которое сегодня происходит в Украине, со стороны Российской Федерации, в отношении Украины, в отношении мирных граждан. И мы вышли, чтобы выразить свою позицию и призвать глав всех государств к тому, чтобы осудили эту агрессию. И призвали Российскую Федерацию сесть за стол переговоров и конструктивному диалогу. Мы говорим, нет войны. Мы говорим, нет убийств мирных граждан. В современном мире нельзя применять агрессию. Это было Таджикистан, апрель-май, 36 мирных граждан погибли. И нельзя допускать, чтобы война, военным средствам решать. И поэтому надо остановить войну в Украине. И, как Мишаев сказала, призвать Советы безопасности ООН, мы призываем, международное сообщество, чтобы сели за стол переговоров. Почему? Потому что там гибнут и российские мирные граждане, понимаете? Солдаты гибнут, их семьи страдают. Поэтому человеческая жизнь бесценна. Пора уже решать мирными инструментами все конфликты, которые есть в мире. Ситуация, которая складывается вокруг Украины, достаточно тревожная. В первую очередь для всех стран постсоветского пространства Владимир Путин, по сути, поставил под сомнение государственность Украины. Что там такого, скажите вы? Сейчас попытаюсь максимально доступным языком объяснить, почему это плохо. Важно понимать то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. И, начиная с 1991 года, пошла по пути механического копирования чужих моделей. Оторванных как от истории, так и от украинских реалий. В своем обращении президент России коснулся темы образования национальных республик на заре 20 века. Советую очень внимательно прослушать этот момент. Речь не только про Украину, но и про Кыргызстан, Казахстан, Туркмению, Таджикистан и так далее. Зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые безгранично растущие националистические амбиции на окраинах бывшей империи? Передавать во вновь образуемые, причем часто произвольно сформированные административные единицы союзной республики, огромные, часто не имевшие к ним вообще никакого отношения территории. Повторяю, передавать вместе с населением исторической России. Более того, по факту этим административным единицам придали статус и форму национально-государственных образований. Вновь задаюсь вопросом, зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые националисты раньше даже и не мечтали? Да еще и наделять республике правом выхода из состава единого государства, без всяких условий. О щедрых подарках, незаслуженно полученных территориях раньше вещали только отмороженные российские националисты. Теперь вот и сам Владимир Владимирович. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Но Казахстан не существовал. И так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза. Вот в данном случае Казахстан арендовал у Советского Союза территорию. В конкретном количестве этой территории. Случайным образом 100% своей территории. Но это как бы уже детали процесса. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Такаев, МИД? Ну, хорошо. Берите чемоданчики, отдавайте территорию. Город Ви, Верный, Алма-Ата и все остальное. И уходите. Они скажут, а у нас не остается территории, куда уйти. А мы-то здесь при чем? Вы тут нищеброды арендовали у нас квартиру. Потом вы решили с нами поссориться. Проваливайтесь с нашей квартиры. Казахстана просто не существовало. Ну, все правильно сказал. Там Россия. Уральск, Семипалатинск, Петропавловск. Причем из Казахстана. Казахские племена кочевали там, в Средней Азии. И там все было перепутано. Где киргизы, где казахи, где каракалпаки, где там туранцы, муранцы и так далее. Но государства с границами, с правительством не было. Это все создало искусственно советская власть. Кыргызстан окраина бывшей империи. Да. Кыргызстан был союзной республикой. Ну да. Кыргызстан имел статус и форму национального государственного образования во времена СССР. Да. Попытки пересмотреть решения, принятые сто лет или тридцать лет назад, ни к чему хорошему не приведут. А вдруг завтра кто-то из сильных решит, что и наша страна не имеет своей подлинной государственности или попросят вернуть щедрые подарки. Он говорит, ну тогда верни и духи. Кыргызские власти ситуацию в Украине не комментируют и не надо. Уж слишком Бишкек зависит от Москвы. Сейчас важно в этой ситуации сохранить нейтралитет, чтобы и от Кремля не прилетело, и от стран Запада тоже. Между тем, в Астане проходит саммит ЕС на уровне глав правительств. Кыргызстан на этой тусовке представляет Аклбек Джапаров. На сегодняшний день внешние шоки и макроэкономическое увольнение испытывают практически все государства. Алгоритм поддерживания этого давления в системе Союза пока еще нет. Мы уже имеем опыт, когда внешнее давление на одно из государств Союза приводит к каскадному воздействию на весь Союз. Вместе с этим геополитическая турбулентность ведет к нарастанию напряженности и давлению на экономике всех государств и членов Союза. В этих условиях, имея тесные экономические взаимосвязи, мы должны сплотиться и совместными усилиями противостоять этим вызовам. В целых сдерживания негативного внешнего воздействия в рамках Союза необходимо предпринять совместные меры по нивелированию внешнеэкономического давления на наш Союз. Ситуация на валютном рынке вроде как стабилизировалась. Доллар сейчас покупает по 90 сомов, а продает по 91. В любом случае, стоит помнить, цены на товары вырастут еще больше, ведь торгуют во всем мире в долларах. Я также призываю ускорить работу по переходу на взаиморасчеты национальных валют. Чапаров провел двустороннюю встречу с премьером России Мишустиным. Обсуждали ли они ситуацию в Украине, неизвестно. Пресс-служба ограничилась релизом в стиле «Мир, дружба, жвачка». Нынешний год особенный для России и Киргизии. В марте мы отметим 30-летие установления дипломатических отношений. И хотел бы особо подчеркнуть, что Россия очень дорожит нашим стратегическим партнерством с Киргизией, которое в первую очередь основано на дружбе, многовековой дружбе наших народов. Динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. По итогам прошлого года наш товарооборот увеличился на 47% и приблизился к 2,5 миллиардам долларов. Это очень хороший результат, почти наполовину. Пока Россия воюет с Украиной, крыгыские власти атакуют независимую прессу и гражданских активистов. Эксперты Института Медиаполиси проанализировали проект постановления Кабмина, который регламентирует применение закона Гульшата Сылбаева против СМИ. Напомню, закон этот позволит властям заблокировать работу любого портала, если распространяемая им информация покажется неудобной. Удаление информации с сайта – это ограничение прав человека и не может быть установлено положением Кабмина. Указанные в проекте положения ограничения прав и свобод человека не являются соразмерными нарушениями и ограничительная мера не является необходимой в демократическом обществе. Проект положения не предусматривает порядок рассмотрения жалобы, как именно будет определяться достоверность или недостоверность информации. На Министерство цифрового развития возлагаются функции, которые выходят за рамки компетенции и не отвечают целям и задачам. Предлагаемые же в проекте решения заведомо нацелены на серьезные нарушения прав человека на свободу слова и выражения мнения. На основании изложенного единственным правильным решением будет обращение в Конституционный суд с ходатайством о признании норм закона о защите от недостоверной ложной информации, противоречащими основному закону из сообщения Института Медиаполиси. Алтамик Сулайманов ушел в губернатора Иссыкуля. Его кресло в парламенте займет бывший глава ГСБ Паймиль Джамгурчиев. По делу о взятке чиновника признали невиновным. 50 тысяч баксов не брал, сказали. Вот так вот. Поднял сотни миллионов сомов на гостендерах. Депутата 6-го созыва Джугур-Кокинеша Набдимуктара Маматова уличили в использовании своих депутатских полномочий в карыстных целях. С 2020 года угледобывающая компания Кыргызнафта выиграла тендеры на 403 миллиона сомов. Подробности сделок выяснило издание «Фактчек Кейджи». Некогда компания была зарегистрирована на Айнагуль Маматову, дочь депутата 6-го созыва парламента Абдимуктара Маматова. Позже фирму чиновник переписал на своего племянника Санджара Абилова. Многомиллионные гостендеры компания выигрывала исключительно во время депутатства Абдимуктара Маматова. К слову, законодатель этот был членом комитета Джугур-Кокинеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию. Кыргызнафта работает на рынке с 2014 года. По документам занимается добычей бурого угля. В гору дела у компании пошли в 2020 году. Именно тогда она заплатила в казну крупную сумму в виде налогов 1 миллион сомов. И именно с этого года компания и начала выигрывать государственные тендеры. Так, в августе 2020 года Кыргызнафта заключила свой первый договор на сумму 376 тысяч сомов. Уже в следующем месяце на 7 миллионов сомов. Пик пришелся на октябрь 2021 года – 63 миллиона сомов. Отметим, что срок полномочий 6-го созыва Джугур-Кокинеша истек в конце ноября – начале декабря 2021 года, после чего суммы тендеров выигранных компаний заметно уменьшились. ОСО Кыргызнафта принимала участие даже в тендерах по закупке ГСМ и электричества, при том, что она специализируется на добыче угля. В половине случаев договоры подписывали напрямую. Речь о бесконкурентных торгах. Меньшая доля пришлась на упрощенные и одноэтапные виды тендеров. Чаще всего у Кыргызнафты закупались структурные подразделения МВД, Международный аэропорт МОНАСС и Министерство чрезвычайных ситуаций. В СМИ компания эта упоминалась во время событий в Баткенской области. Компания тогда продала МЧСникам топливо на полмиллиона сомов. Это лишь маленькая доля тендеров, которые выигрывали родственники Маматова. Ранее Клоп Кейджи обнаружил, что с 2015 по 2020 год сын Абдемуктара Маматова, Ахлбек Маматов, владелец сети заправок Рэппетролиум, заключил более 3900 КОС-контрактов на поставку топлива, выручив на этом более 1 миллиарда сомов. Таким образом, один из крупнейших импортеров нефти стал вторым в стране поставщиком нефтепродуктов для государства. Закон о государственных закупках устанавливает общие правовые и экономические принципы государственных закупок и регулирует порядок их проведения. Государственным, муниципальным служащим и работникам закупающих организаций и членам конкурсной комиссии запрещается 1. Оказывать какое-либо влияние на решения в государственных закупках в интересах любой из сторон закупок. 2. Участвовать в качестве поставщиков, подрядчиков, консультантов или быть с ними аффилированным лицом при закупках. Из закона о государственных закупках. Компания, подконтрольная депутату парламента и члену профильного комитета, выигрывала гостендеры. Абдимух Тормоматов, будучи лицом обладающим властными полномочиями, мог влиять на результаты торгов. А это нарушение закона. А на этом у меня все. Спасибо за то, что досмотрели выпуск до конца. С вами был Канад Канеметов. Всем мира! Субтитры подогнал «Симон»!